Грузия на Цхинвале Это правда, так оно и есть. Эту тему поговорим чуть-чуть подробнее. Я хочу только отметить, что не мы создали эту ситуацию, а теперь по поводу авторитета России. Я убежден в том, что авторитет любой страны, которая способна защитить жизнь и достоинство своих граждан, страны, которая способна проводить независимую внешнюю политику, авторитет такой страны в долгосрочной, в среднесрочной перспективе, в мире будет только расти. И наоборот, авторитет тех стран, которые взяли за правило обслуживать внешнеполитические интересы других государств, пренебрегая своими национальными интересами, вне зависимости от того, как они это объясняют, будет снижаться. Вы все-таки не ответили на вопрос, почему бы вы пошли на риск изоляции вашей страны? Мне казалось, что я ответил, но если это требует дополнительных разъяснений, я это сделаю. Я считаю, что страна, в данном случае Россия, которая может отставить честь и достоинство своих граждан, защитить их жизнь, исполнить свои международные правовые обязательства в рамках миротворческого мандата, такая страна не будет в изоляции. Чего бы ни говорили в рамках блокового мышления наши партнеры в Европе, либо в Соединенных Штатах. На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается. И наоборот, хочу это подчеркнуть еще раз. Если какие-то государства считают, что они могут пренебрегать личными национальными интересами, обслуживая интересы других государств, внешнеполитические интересы, авторитет таких государств, чем бы они ни объясняли свою позицию, в мире будет постепенно снижаться. В этой связи, если европейские государства хотят обслуживать внешнеполитические интересы США, то они от этого, на мой взгляд, ничего не выигрывают. Теперь возьмем наши международные правовые обязательства. По международным соглашениям российские миротворцы взяли на себя обязанность защитить мирное население Южной Осетии. А теперь вспомним 1995 год Боснию. И как мы знаем с вами хорошо, европейский миротворческий контингент, представленный голландскими военнослужащими, не стал связываться с одной из нападавших сторон. И позволил этой стороне уничтожить целый населенный пункт. Были убиты, пострадали сотни людей. Проблема и трагедия Сребреница хорошо известна Европе. Вы что, хотели, чтобы мы тоже так и поступили? Ушли и дали возможность грузинским вооруженным подразделениям уничтожить проживающих в Цхинвале людей? Ваши критики говорят, что собственной целью России не была защита мирного населения от Цхинвали. А это была попытка лишь сместить президента Саакашвили, привести к дальнейшей дестабилизации Грузии и тем самым воспрепятствовать ее вступлению в НАТО. Это не так, это просто подтасовка фактов, это ложь. Если бы это было нашей целью, мы бы, наверное, и начали этот конфликт, но, как вы сами сказали, начала этот конфликт грузинская сторона. Теперь я позволю вспомнить факты недавней истории. После неправового решения о признании Косова все ожидали, что Россия пойдет на признание независимости и суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Ведь правда, ведь так было. Все ждали этого решения России. И у нас было на это моральное право. Но мы этого не сделали. Мы повели себя более чем сдержанно. Я даже не буду комментировать. Мы это проглотили, на самом деле. И что мы получили? Эскалацию конфликта? Нападение наших миротворцев? Нападение и уничтожение мирного населения Южной Осетии? Вы же знаете факты, которые там были и которые уже озвучены. Министр иностранных дел Франции побывал в Северной Осетии и встречался с беженцами. И очевидцы рассказывают, что грузинские военные подразделения танками давили женщин и детей. Загоняли людей в дома и заживо сжигали. А грузинские солдаты, когда вошли и ворвались в Ценуале, так между прочим, проходя мимо домов, мимо подвалов, где прятались женщины и дети, бросали туда гранаты. Что это такое, если это не геноцид? По поводу руководства Грузии. Люди, которые привели к катастрофе свою страну, а своими действиями руководство Грузии способствовало подрыву территориальной целостности и государственности Грузии, конечно. Конечно. Такие люди, на мой взгляд, не должны управлять государствами, маленькими либо большими. И если бы они были приличными людьми, они немедленно должны были сами подать в отставку. Это не ваше решение, а грузинское решение. Конечно. Но мы знаем прецеденты и другого характера. Вспомним, как американские войска вошли в Ирак и как они поступили с Саддамом Хусейном за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень. А здесь в первые часы боевых действий было уничтожено полностью. С лица земли были стерты 10 осетинских деревень на территории Южной Осетии. Есть. Господин премьер-министр, считаете ли вы себя в результате этого вправе вторгаться на территорию суверенного государства, а именно в пределы, собственно, Грузии, осуществлять там бомбардировки? Я сам только благодаря случайности сегодня сижу рядом с вами, потому что в нескольких десятках метрах от меня взорвался снаряд, бомба, брошенная с вашего самолета. Дает ли это вам право с международной правовой точки зрения вступать? Конечно, мы действовали в рамках международного права. Нападение на наши миротворческие посты, убийство наших миротворцев и наших граждан, безусловно, мы восприняли как нападение на Россию. В первые часы боевых действий своими ударами грузинские вооруженные силы убили у нас сразу несколько десятков миротворцев. Окружили наш южный городок, там был южный и северный городок миротворцев, окружили танками и начали расстреливать его прямой наводкой. Когда наши солдаты, миротворцы, попытались вывести технику из гаражей, был нанесен удар системами ГРАД. Десять человек, которые зашли в ангар, погибли на месте, сгорели заживо. Затем авиация Грузии нанесла удары по различным точкам на территории Южной Осетии, не в Сенвале, а в центре самой Южной Осетии. И мы вынуждены были начать подавление пунктов управления огнем, которые находились за зоной боевых действий и за зоной безопасности. Но это были такие точки, откуда управлялись вооруженные силы и откуда по российским войскам и миротворцам наносились удары. Я же говорил, что осуществлялись бомбардировки жилых кварталов. Может быть, вы не в курсе всей информации? Я, может быть, не в курсе всей информации. Здесь возможны и ошибки в ходе боевых действий. Ошибки возможны. Вот сейчас только в Афганистане американская авиация нанесла удар якобы по талибам и одним ударом уничтожила почти 100 мирных жителей. Это первая возможность. Но вторая, она более вероятна. Дело в том, что пункты управления огнем, пункты управления авиацией и радиолокационные станции грузинская сторона подчас размещала именно в жилых районах с тем, чтобы ограничить возможности применения нами авиации. Используем гражданское население и вас в качестве заложников.